Мосгордума спешно готовит к принятию генеральный план развития города до 2025 года. Согласно документу, который уже прошел первое чтение, всю Москву поделят на зоны двух типов. В одних здания будут ремонтировать, а в других сносить и строить новые. Какие принципы легли в основу этого деления, совершенно непонятно. Еще летом проект нового генплана столичные власти обсуждали совместно с рядовыми москвичами. Но сейчас выяснилось, что для градостроителей важно не мнение жителей, а пожелание инвесторов. Во что они будут инвестировать и как это отразится на облике Москвы? Об этом репортаж Полины Ермолаевой. Новый генплан древнюю столицу разделил на зоны. Зоны стабилизации и реорганизации. Стабилизация означает, что дома будут ремонтировать, а территорию благоустраивать. Реорганизация подразумевает, что будут сносить старое и активно строить новое. Причем такой реорганизационный подход сочли уместным даже в историческом центре города. Даже охранная зона Кремля и та не остановила градостроителей. Реорганизацию затеяли буквально в 100 метрах от Красной площади. Квартал уже расчищают. Изящную церковь Успения на Чижевском подворье спрячут в каменном мешке. Импозантное здание торгового дома Даниловской мануфактуры образца 1870-х планируют перестроить. Оно, кстати, до лета этого года числилось вновь выявленным памятником архитектуры. Пока инвестор не обратился в столичное правительство с просьбой лишить дом привилегий. Они так прямо и пишут, что ЗАО «Квартал» просит вас вынести вопрос об исключении этого здания из списка выявленных объектов культурного наследия. Вот так вот открытым текстом. И, к сожалению, так и произошло. Зданию отказали в постановке на охрану и решили переделать в фешенебельный отель. Уникальный внутренний двор по новой московской традиции превратят в атриум. И генеральный план все это позволит сделать. Разработчики ведь утверждают, что за историческим центром поработали отдельно. Просто не все поняли тонкости этой работы. Когда мы делали зону реорганизации, мы старались заштриховать те территории, где плохо. И если мы заштриховали, например, усадьбу Розумовских, где в развалинах стоит памятник архитектуры, мы не предлагали его сносить. Мы предлагали его реставрировать. На чешу весов снова оказались, с одной стороны, требования горожан спасти памятники истории культуры, с другой – многомиллионные инвестиционные контракты. Именно их генплан и зафиксировал. И против такого подхода активно возражали москвичи во время публичных слушаний. Сегодня на заседании Мосгордумы документ раскритиковали представители фракции КПРФ. Проект генплана узаконит градостроительный произвол последнего десятилетия. Площадь Курского вокзала, Тургеневская площадь, Арбатская площадь – это ошибки, которые надо назвать и дать им оценку. Большинство депутатов, тем не менее, проголосовали «за» в первом чтении. До 21 декабря они должны успеть принять закон. Генплан, если он станет законом, это будет, это настоящая трагедия для города. Это просто смертный приговор столицы. И приговор очень спешат вынести. Без генерального плана уже с 1 января мэрия не сможет выделить застройщикам ни одного земельного участка. Полина Ермолаева, Илья Кузьмин и Павел Мейер. Вести. Москва.